Дорогие зрители! Просто потрясая детализацией, покраска на высшем уровне, глаза полны жизни, в них есть мысль, на лбу черная повязка, на левой щеке шрам, незабытые ожерелья с бутой на шее, на тело надета черная майка, на левой руке часы, на бедре красуется знаменитый нож в кожаном чехле, на ногах армейские штаны и ботинки, за левый ботинок заткнут метательный нож. Естественно, вся одежда выполнена из качественных фабричных материалов, точности воспроизводящих оригинальный костюм из фильма. По сюжету Рэмбо отправляется в Афганистан, дабы вызволить из плена своего друга и наставника полковника Траутмана, попавшего к плену к бесчеловечным рюзким. Само собой, пленного он вызволяет, уничтожив целый гарнизон спецназа, похитив вертолеты и воодушевив моджахедов на полномасштабный бой, в котором отлично подготовленные советские войска вчистую продувают улюлюкающим всадникам, несущимся в лобовую атаку. А полковник Зайцев настолько охреневает от проделок чёртого американца, что насаживается вертолётом прямо на ствол танка. Артикуляция. Голова на шарнире. Руки подвижны в плече. Сгибаются и вращаются в локте. И кистях. Ноги на шарнирах. Сгибаются в коленях. Есть вращение в ступне. Аксессуары. Стенд стилизованный под афганскую землю. На нём табличка с логотипом фильма. Нож, выполненный из настоящей стали. Небольшой метательный нож. Граната. Колчан для стрел. И сами стрелы. Наконечники из металла и способны пробить даже картон. Сумка цвета хаки. АКМ, выполненный из металла. Накладка, ручка и приклад деревянные. Подвижный прицел. И вынимающийся магазин в наличии. Пожалуй, самое необычное оружие. Противотанковый гранатомёт РПГ-7. Ракета, кстати, вынимается. Ну и, конечно же, луг и четыре стрелы. С остальными наконечниками набор сменных кистей, чтобы весь этот арсенал использовать. Это экспонат, достойный любой коллекции. Фанатам Слая и Рэмбо, в частности, срочно покупать, пока цена окончательно не взвилась до небес. Лично я считаю, этот шедевр, если не лучшей инкарнацией Сталлоне, то уж точно самый выдающийся и похожий на оригинал фигурой Рэмбо, что сегодня вообще можно достать. Создатели постарались на славу. Скульпт Сильвестра весьма сложная задачка. Многие на него простоволосились. Боюсь, что у меня не хватит лесных эпитетов, чтобы по достоинству вознаградить людей, создавших это произведение искусства. Так что просто предлагаю полюбоваться им. Спасибо за внимание! Оценивайте, комментируйте, а я желаю вам удачи! До скорой встречи!